Здравствуйте, с вами канал Вкусный Огород Барнаул. Оздоровление почвы очень важный вопрос, который позволяет получать хорошее урожае, зачастую без особых хлопот, без особых затрат, а почва становится от этого лучше. И вот одним способом, как это делать, делится опытный огородник. Несколько лет тому назад случайно увидел женщину, которая укладывала в траншею шириной с грядку, траву и ботву. Заинтересовался и узнал, что так они переработали весь участок. Мне это очень понравилось и с той поры почти ничего не сжигаю и не выбрасываю. Все закапываю неглубоко, не глубже 15-20 сантиметров. А до той поры пытался делать компосты, но из-за нехватки времени, что можно было сделать за один день в неделю. Ничего путного не могло получиться. Сейчас считаю, что готовить специальные, отдельно стоящие компосты излишние. К тому же трудоемко. И значит, далеко не каждому по силам. В этом году поступал с растительностью двояко. В начале лета поросль и траву укладывал в междурядье малины, хорошо заливая водой. И таких слоев получилось 7. Туда же шли и кухонные отходы. Затем, ко времени обрезки листвы земляники, подготовил траншею по размерам грядки, глубиной 15 сантиметров. Потом на дно траншеи насыпаю перегной 5 сантиметров и вилами перекапываю. Затем траншею заполняю листвой, корнями земляники, ботвой доверху и присыпаю слоем земли 5 сантиметров. Потом перегноя 5 сантиметров и снова земли и так далее. Добавляю золы, суперфосфата, ботву томатов картофеля, кукурузы, подсолнуха. Рублю на куски 5-15 сантиметров, остальное идет без рубки. Садить на такой грядке морковь, наверное, не следует, будет корявой. А вот лук уже можно. А на второй год морковь. В эту осень поразило, что подобные грядки делали многие садоводы. Значит, хорошее дело находит себе дорогу. Значит, удобнее компостов. Хочу предостеречь, проверено. Желание поглубже закапывать растительность. Рубленные ветки и опилки на глубине 30 сантиметров не перепревают уже 2-3 года, так как нет доступа воздуха. Поэтому утверждение, что перекопка на глубину 60 сантиметров способствует аэрации ошибочно. Возможно, дело не в аэрации, а в чем-то другом. Использую также и прутья малины, вишни, яблони. Также крошу топором их на мелкие кусочки и насыпаю на дно траншеи. Сжигаю только ветки крыжовника, облепихи и корневую часть кустов. Вот таким интересным опытом делится огородник. Я, в отличие от него, все-таки использую компостный ящик. И считаю тоже рано от него отказываться. Довольно удобно в нем перерабатывать различные растительные остатки. А вносить органику от выкопанной траншеи, ну, должен заметить, что тоже довольно трудоемко. Хотя, каждый выбирает способы для себя сам. Я делаю несколько иначе, но, однако, это не умаляет вот этого ценного опыта. Так что, возможно, кому-то это тоже пригодится. Многие так делают, я видел, и считаю, ничего плохого в этом нет. Только одна польза. Ну, а я все-таки предпочитаю действовать несколько другими путями. То есть, складирую органику в компостный ящик и вношу потом. Но у меня электрический культиватор там и так далее, не у всех это есть. Так что, условия у всех разные, и каждый огородник решает сам. Однако, вот такой подход, чтобы органика оставалась на участке и была тем или иным способом внесена в почву, это, на мой взгляд, чрезвычайно правильный подход и приносит хороший результат. Как бы мы органику не вносили. Или в траншеи, или через перепревание ее в компосте. Так что, вот такая интересная информация. Ну и в конце пожелаю всем огородникам хороших урожаев. Всего самого доброго. До свидания.